Всех с днём рождения! Да-да, проверки мифов не было очень давно и я за это извиняюсь, но такое событие как добыча алмазов и ритьё траншей я пропустить просто не мог. На стриме было задано много вопросов и это получилось своего рода онлайн проверка мифов, но некоторые вопросы были упущены и я их проверил уже офлайн. Быстренько для тех, кто не в курсе, с новым патчем на некоторых танках, у которых есть специальное оборудование, можно будет копать, а бомбы будут оставлять после себя воронки в зависимости от своей мощности. И эти механики естественно побудили очень много вопросов, на которые я и попытаюсь сегодня ответить. И знаете, спрашивали про льды на Сталинграде и почему-то я прям был уверен, но... Ну это типа деф-сервер, но всё равно это выглядит очень смешно. По крайней мере потому что воронки на твёрдых поверхностях всё-таки проработали. И например, если скинуть бомбу в городе, на дорогу или на какую-то ещё твёрдую поверхность, то воронку вы не получите. Кстати, это тоже был частый вопрос, несмотря на официальный стрим. Не, ну на льду так на льду, я не знаю, может это исторично, я же сам в реале не проверял. Ну и кстати да, ковшом лёд тоже копать можно. Я даже не представляю сколько миллионов игроков будут использовать данную возможность, но имейте в виду. Вообще главной идеей всего происходящего на стриме было вырыть собственную реку. Потому что под всеми картами всегда есть вода, и относительно неё уже сверху наращиваются берега и объекты. Создав воронку мы добираемся до этой самой воды, и по идее должна получаться речка. Но как оказалось позже, воронки всё-таки засасываются. Да, именно засасываются, они полностью исчезают, потому что если приехать туда на танки, то самой глубины воронки уже нет, но текстурка и какие-то небольшие холмики от неё остаются. Ну и вода, естественно, тоже пропадает. Я подумал, что дело в том, что я далеко отлетаю, и из-за оптимизации у меня пропадают воронки, и нужно стоять на земле, поэтому пришлось прибегнуть к помощи доблестных подписчиков. Но нет. Кто из них ворует воду, я не знаю, но они засасываются просто на глазах. Поэтому, по крайней мере, пока что перекопать всю карту или создать собственную речку не получится. Равно как и не получится, кстати, разбомбить аэродром. Я не знаю, там сейв-зона или он считает взлётную полосу как дорогу, но, тем не менее, никаких воронок там не появляется. И даже если не на саму полосу, а рядом скинуть, то там всё равно только какой-то боребух остаётся. А вот что действительно интересно, это то, что меня на стриме просили остановить поезд, и я всё здесь перекопал, но поезд почему-то просто не ехал. Несколько раз я пытался создавать разные режимы, но поезд был умнее стримера и по перекопанной дороге ехать не хотел. Зато звук того, что ковш скребётся там, где не может копать, добавили. А после стрима всё заработало, почему бы и нет. Но и в итоге нормально я тут окно перекапывал, смотрим. Ну тут сказать, что я охренел, это ничего не сказать. Но я пошёл дальше и скинул бомбы, я думаю, что вопросов, почему это выглядит именно так, у вас не должно быть. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, забыли, теперь будни типичного игрока War Thunder выглядят вот так. Выкапывая этим центурионом могилу, я решил его в ней оставить. Но когда через какое-то время я приехал его проведать, я увидел, что даже эта канава заросла. А говорили, блин, что закапывать технику нельзя, чтобы она под землёй не ездила. В общем, выглядит немного странно, и это получается, что рыть друзьям своим укрытие для того, чтобы они там стояли, это тоже немного нецелесообразная идея, ведь они могут вот так же зарасти. Ну, не друзья в смысле, а укрытие. Короче, будем надеяться, что это всё только из-за того, что тестовый сервер. Вон, смотри, как прикольно, можно даже кустик спрятать. Касаемо дорог, про них говорили, что и разбомбить, и копать их нельзя. Ну, как бы да, но как бы нет. Всё-таки куча глины на эту дорогу насыпается, и если сделать с двух сторон, то уже какой-то трамплин для колёсной техники. Прыгать на колёсники я, конечно же, не буду. Кстати, о трамплинах. Наваливать кучу можно до определённой высоты, и сколько бы ты ни копал, потом она будет идеально ровной, поэтому супервысокий трамплин построить нельзя. Залезть на эту кучу и включить ковш можно, но всё равно дальше высоту никак рыть не получится, она начнет просто распрямляться. Так что никаких вам трамплинов. И, кстати, с глубиной то же самое, рыть можно только до определённой глубины. Ну, а, кстати, даже если это воронка, которая явно глубже, чем полтора метра, на которую можно копать обычным ковшом, то копать глубже уже не получится, но соединить две воронки вполне себе. Так что вот такой вот траншейный городок, в принципе, реальность, главное не отъезжать, чтобы он снова не зарос. Что касается зданий, то перед ними тоже копать нельзя, но зато вы можете, например, закопать забор. Около воды, кстати, и ковшом копать нельзя, так что вырыть речку никак всё-таки не получается. Просили ещё скидывать на какие-то наклонные поверхности бомбы, чтобы посмотреть, как будет выглядеть воронка, и, например, на этой карте практически скинуть некуда, потому что не только модельки скал, но и скалистые текстуры тоже воспринимаются игрой как плотная поверхность, и воронки не создаются. А вот на Сталинграде получилось, и выглядит это вот так. Я, конечно же, попробовал копать изнутри и копать наверх, но ничего из этого не работает. Ну и, кстати, в авиационных боях воронки тоже не создаются. Ну и это понятно, потому что игра про флот. Ну и, соответственно, остановить едущий поезд в Авербэй нельзя, но в этот момент я ещё не знал, что воронки в целом не создаются. Получается, осталось только угадать, что мы с подписчиками хотели нарисовать воронками, поставить лайк, подписаться на канал. Ну или, если у вас есть какие-то идеи, можете писать о них в комментариях. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok